Первым делом комиссия осмотрела жилые корпуса. В каждой комнате, санузлах и зонах рекреации чистота и порядок. Перед приездом детей была произведена обработка территории от клещей. В полной готовности и уже полюбившееся всем школьникам место отдыха – бассейн. Однако главный акцент на безопасности. Сотрудники МЧС проверили наличие и исправность противопожарного оборудования и средств оповещения. Далее в очереди на проверку, пожалуй, самое приятное новшество в Белом городке – капитально отремонтированная столовая. В полностью обновленном здании разместился обеденный зал на 350 посадочных мест, новая мебель и технологическое оборудование на несколько миллионов рублей. Более 35 миллионов денег федеральных направлено на реализацию этой программы и более 5 миллионов местных денег на то, чтобы довести до ума и исполнить тот дизайнерский проект, который у нас был. Более 6 миллионов направлено на приобретение абсолютно нового современного технологического оборудования и мебели, которая вот здесь находится в этом зале. Поэтому, ну, прекрасные условия и для поваров, что тоже очень важно, и для безопасности, соблюдения всех требований СанПИН и Госпошнадзора, чтобы сделать качественным питание наших детей, комфортное и эстетическое пребывание в такой вот прекрасной, замечательной столовой. Кроме этого, город помог нам с благоустройством, и мы сделали, благоустроили площадку около столовой, дорожку с качелями, зонами отдыха, со скамеечками, что тоже, конечно, порадует наших детей. Укрепить здоровье на свежем хвойном воздухе и весело провести лето смогут несколько сотен мальчишек и девчонок, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Каждую смену по 150 человек и 50 ребят из Белгородской области. Как меняется лагерь? Насколько он был в свое время, лет 15 назад, не совсем популярен, вот, и насколько сейчас Белый городок. Вот, мне даже была мечта такая, хоть бы что-то водное, потому что душный здесь идти 20 минут, и она холодная, да, сделали бассейн, и он уже востребованный стал. То есть, с каждым годом, да, теперь будет делаться еще клуб. Тоже это в планах будущего. И я думаю, что лагерь будет процветать. В итоге проверка прошла без нареканий и каких-либо нарушений. Считанные дни остаются до приезда детей в лагерь. Несомненно, ребят приятно удивит современное столовое с вкусным и разнообразным меню, новая красивая площадка, ну и, конечно, дружелюбная атмосфера лагеря. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.